7 шайб Атланта Что можно сказать о сегодняшних шайбах, кто был, скажем так, предвестником успеха, хорошо играли партнеры, самому удавалось проявлять активность на пятачке в основном, ну и кого можно поблагодарить за эти четыре гола? Партнеры у меня сегодня очень хорошо сыграли, отдавали мне посты на пустой угол уже И если есть такое понятие, как легкие шайбы, то сегодня они и были У меня сегодня очень было хорошо играть, особенно потому, что игра была важной, но она шла легко, сегодня была просто отличная игра Какая из четырех шайб была самая тяжелая и самая важная? Самая тяжелая была первая шайба, потому что все знают, что мы давно не забивали на протяжении нескольких игр И все знают, что нам просто необходимо забить, чтобы потом дальнейшие голы пошли Пусть даже Витя сравнял, но все равно эта шайба была и самая тяжелая и самая важная Был момент, когда можно было забросить и пятую шайбу? Да, конечно, был момент, и сейчас это меня немножко терзает, потому что, как бы не складывалась игра, ты все равно хочешь забить как можно больше, но с другой стороны мы же выиграли, верно? Шанс на плей-офф у Атланта появляется, но те же 7 очков отставания от Минского Динамо? Да, абсолютно, у нас есть 30 очков, чтобы играть, так что это будет тяжело Играть еще осталось за 30 очков, 10 игр и, в принципе, если мы себя хорошо проявим в этих играх, то мы можем войти в плей-офф и мы можем играть хорошо Мы вот в Омск на выезде выиграли в очень упорной игре и до этого у нас были победы, так что если мы выйдем и сыграем эти 10 игр как свои лучшие 10 игр в этом сезоне, то мы обязательно будем в плей-офф Впереди в России матч звезд, хотелось ли туда попасть? Я никогда, на самом деле, об этом особо не думал, потому что, конечно, хочется побывать на матче звезд в качестве участника, но, если быть честным собой, этот сезон у меня не очень задался Я не претендовал вообще ни на что, там и так без меня очень много хороших людей и до недавнего времени там был вообще суперзвездный состав сенхайловцами А для себя скажу, что очень хорошо, что у нас будет несколько дней отдыха, в которые мы можем перегруппироваться, настроиться на борьбу в следующих 10 играх и просто нужно немножко разгрузить мысли Ну и заключительный вопрос, впереди все-таки матчи в Донецке и в Риге, насколько важно будет Атланту в них хорошо выступить? Если кто думает, что эти игры не важны или не стоит выкладываться, то он может прямо сейчас заканчивать играть в хоккей, потому что мы знаем, что нам нужно выигрывать и у этих команд, и у Донецка, и у Риги С другой стороны, мы знаем, что мы можем обыгрывать эти команды и это будут очень интересные игры, потому что это будут игры по накалу, несравнимые с тем, когда у тебя есть очковый запас и ты просто продолжаешь идти и готовиться к плей-офф И я знаю, что мы можем их выиграть, ведь от этого зависит, попадем мы в плей-офф или нет, так что я надеюсь, что мы будем выигрывать эти игры Субтитры создавал DimaTorzok